Здравствуйте, уважаемые садоводи-огородники! Меня зовут Русский Хован, я приветствую вас на канале Иванова Наука. Очень многие зрители спрашивают меня, почему в середине периода выращивания огурца зависть начинает желтеть, начинают переставать вязаться огурчики, на недоразвитых зависях поселяется серая гниль, начинаются различные заболевания и так далее. Как правило, эта проблема связана не столько с плохими подкормками, потому что кормим-то мы всё время, да, рекомендации по подкормкам даём, и сказать, что подкормите ещё раз там нитратом калия, калиевой селитры, ну это, как говорится, ни о чём, потому что они-то кормятся. Но всё-таки так бывает, что зависть желтеет, расти не хочет, и вот всё то, о чём я сказал. И это означает, что в середине сезона выращивания огурца, особенно тепличного, происходит истощение органического вещества в почве. О значимости органического вещества в почве я уже совсем недавно рассказывал, и как можно повышать аппетит с помощью органического вещества, как растения лучше усваивают питание, если они обеспечены органикой. Но это ещё не всё. Вторая проблема, которая преследует интенсивного типа огурчики, там пучковые какие-нибудь и так далее, которые отдают много урожая, это проблема болезней, проблема разнообразных корневых гнилей. И дело в том, что когда растение направляет все свои силы на формирование урожая, оно становится чрезвычайно уязвимым для инфекций, тут и нападает на него фузариоз, начинаются увядания, пожелтение листьев, прочие симптомы, и культура огурца преждевременно останавливается. Не лишний вспомните о том, что во второй половине периода выращивания огурца на него очень активно нападает пероноспороз. А профилактика пероноспороза – это в первую очередь повышение иммунитета с помощью специфических и неспецифических методов. Вот для того, чтобы все проблемы, связанные с огурцом, с томатом, с другими растениями, порешать очень эффективно, чтобы не придумывать какие-то домашние смеси, хотя я очень люблю, но не всегда это у всех получается хорошо и правильно. Вот я хочу вас познакомить с такой вот штучкой, которая называется биогумус КМЕ. Это жидкий гумус, жидкая вытяжка гумусовая, жидкая гумусовая вытяжка, которая приготовлена на основе верми гумуса, ну то есть фактически стандартизированный верми чай. То есть такая очень крепкая вытяжка из гумуса, навозного гумуса, КРС-навозик, который переработан червями и из которого получен экстракт. Более того, это единственный в мире биогумус, я вам абсолютно точно говорю, который обогащен особой триходермой. А особенность этой триходерми связана с тем, что она не только обладает лечащим эффектом на корневую систему наших растений, то есть если там что-то завелось, то оно это уничтожит. Она еще обладает свойством заселяться на корни наших растений и в значительной степени повышать уровень поглощения питательных веществ корнями. То есть она выполняет как минимум две функции. Первое, защищает корневую систему и лечит от инфекций. И второе, увеличивает поглощение питательных веществ. Что же касается самого верми чая, вот этого верми гумуса, гумуса жидкого, то он как раз таки является тем самым оптимальнейшим источником органического вещества в сопровождении с комплексом минеральных веществ и микроэлементов, которые так необходимы нашим растениям для получения урожая без остановки. Использовать его очень просто. Берите стакан этого гумуса, разводите на ведро воды и по 150-200 мл, ну можно по 300 мл подливайте под ваше растение в зависимости от степени проблемы. Если у вас уже желтые завязи, то и по 300 мл влить надо. А если у вас еще все хорошо и вы хотите, чтобы урожай был без остановки, то в этом случае можете подливать и по 150-200 г под растение. Как видите, использование этого препарата является чрезвычайно экономным и при этом весьма и весьма эффективным. Что ж, пользуйтесь самыми современными, самыми оптимальными рецептами для получения урожая богатого, безопасного и без остановки. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!